Легендарный полковник МВД Валерий Кур в интервью журналисту Дмитрию Гордону признался, что ему врачи скорой помощи по заказу от его врагов кололи психотропное лекарство, хотя у него была проблема сосудами. Я вам скажу, что есть вещи, которые так сильно парализуют волю человека. Ну, например, я вот скажу вам, однажды я 120 на 8 всю жизнь, молодой, красивый, у меня стали возникать проблемы. И с кем? С моими коллегами, с моими большими командирами, друзьями, уровень министров. И мне стало не очень хорошо, стало даже очень нехорошо. Я не знал тогда, что приближается гипертонический криз. И у меня начался приступ жабы грудной, стенокардия. Я еле дополз. Я не могу говорить, что это за стечение обстоятельств такое. Я еле дополз до телефона. Можете представить, как это я? Вот так бывает. И когда ко мне приехали, то я не знал, что мне укололи. Боль снялась моментально. Оказывается, мне было достаточно вывести из этого помещения, дать 50 граммов коньяка, дать нитроглицерина, что угодно, спазм коронарных сосудов сердца. Надо было снять, расслабить мышцу. Я не был гипертоником. Так вот, я не знал, что мне вкололи. Но двое суток самым лучшим выходом для меня было, это выйти в окно с восьмого этажа. Самым лучшим. Потом я узнал, дропередол. И вот так во всех спецслужбах, к сожалению, и в том числе, и в преступной среде используют современнейшие технологии. Достаточно дать человеку препаратик, от которого ты полезешь на стену и будешь рассказывать все подряд. Поэтому сегодня как таковые пытки не используются. Неэффективны. Неэффективны. Валерий Кур был основателем управления по борьбе с организованной преступностью, более известного как УБО. Всю свою карьеру он воевал с бандитскими группировками, поэтому за жизнь накопил немало врагов. Куру удалось выяснить, что сотрудники скоро с ним сотворили. Они вкололи ему повышенную дозу вещества дропередол. Это токсическое изделие фармацевтической индустрии. Его водят психом, оно моментально поражает печень и запрещено в демократических странах запада. Если бы его просто зарезали или расстреляли, то подобное убийство было бы очевидным, что это сделали бандиты. Поэтому для них важно было придумать более изощренный план ликвидации Кура. А происходят ли подобные убийства сегодня или это единичные случаи прошлого? Сегодня полиция и прокуратура расследуют убийство журналистки Софии Курок, которая, по словам медиков, пала в кому прямо в автоскорой помощи. При этом они не повезли ее в больницу и примерно через час установили биологическую смерть. Журналистка София Курок, проехав несколько сот метров, упала с велосипеда. Потеряла сознание, по линии 103 была вызвана скорая, подстанция которой находится через дорогу от ВДНХ. Пока ехала скорая, София стабильно дышала, как любой живой и здоровый человек. Ну а теперь медики пытаются оправдать свое преступление, рассказывая, что у нее было ненормальное дыхание. При этом каждый из четырех допрошенных выдвигает свою версию. Совершенно очевидно, что в автомобиле скорая за закрытой дверью журналистка София Курок оказалась беззащитна перед людьми, которые обучены применению различных фармакологических препаратов. Сначала сотрудники скорой, а надо отметить, что почему-то на вызов приехало два автомобиля, кололи какое-то вещество Софии, а затем прямо на месте ожидали, пока она скончается. Больница от места трагедии находится по прямой и добротной дороге, лишь в трех с половиной километров. Однако работникам центра экстренной медицины не нужны были лишние свидетели, поэтому они мариновали Софию в машине. Коллектив редакции актуальной правды требует от руководства Украины дать ответ, кто давал команду убить журналистку Софию Курок.